Меня зовут Андрей Егоров. Последние 10 лет я занимаюсь оценкой и развитием людей. Я хотел когда-то стать бизнес-тренером. Мне очень нравилась эта история. У меня психологическое образование. Я сейчас перед вами работаю в компании Audress Bernson. Мы занимаемся executive search. Это поиском руководителей высшего звена. Отличается от просто поиска персонала. Это не HeadHunter. Лично люди узнают других людей. Всяческие инструменты используются помимо нашей темы. Собственно, про интервью будем говорить. У нас много офисов в России. У нас три практики. Собственно, поиск подбора руководителей, советы директоров и оценка развития руководителем. То есть тем, кого мы нашли, мы помогаем каким-то образом найти команду, развить ее, сформировать эту команду. В общем, вот такая специфика. Про меня. Учился я в Московском психолого-социальном институте. Поработал бизнес-тренером. В ВКПСИ меня занесло. Одно время там был MTV. Там я был директором по персоналу несколько лет, пока канал не закрылся. И вот до упора. И вот сейчас работаю и отвечаю за практику по работе с командами. У нас несколько практик. Одни люди больше на лидерстве специализируются. Мне больше нравятся команды. Хотя и лидерство тоже люблю. Мы, так сказать, ищем, мониторим на рынке современные технологии и сертифицируемся официально по ним. Например, вот MBTI, про который мы чуть-чуть поговорили на прошлой сессии. Это Mars Bricks Type Indicator. Может быть, вы знаете про экстравертов и интровертов. Это все официальные инструменты. Их можно покупать. По ним можно сертифицироваться. Мы так и делаем Хоган как инструмент оценки лидерского потенциала. Getting Things Done. Последнюю вещь интересную у Дэвида Аллана нашли. Кстати, говорили сегодня с утра про то, что... Господи, Стивен Кови и его книжка «Семь навыков высокоэффективных людей». Стивен Кови на самом деле большая организация. Они выступают как дистрибуторская сеть. И вы можете при желании тоже стать тренером. Это стоит каких-то немаленьких, но посильных, в общем, денег. Я также отучился в прошлом году в институте психодрамы ролевого тренинга. Курс назывался «Психодрама в бизнесе. Коучинги и тренинги». Мне было это крайне любопытно. И я пошел сейчас на трехлетний курс психодраматиста уже терапевтический. По принципу, что нам из лимонов отжали сок и самое все, что нужно для бизнеса. Теперь интересно, как же выглядят лимоны. Из сока лимонов не восстановишь. Ну вот, все-таки трехлетний курс. Вот это кто я и что я умею, могу. Работаю я с очень разными компаниями из разных бизнесов. И, наверное, выбрал эту тему, потому что... Ну, она интересна и руководителям, она может быть интересна и чарам. Ну, и каждому человеку, в принципе, тоже может быть интересно, как кого-то оценить. Вот. Я хотел бы чуть-чуть с вами познакомиться. Наверное, путем поднимания рук. Есть ли психологи уже с образованием в зале? Ага. Есть ли люди, которые работают в специальностях, связанных с другими людьми? Ну, например, вы в Ичаре. Или вы в сервисе. В обслуживании клиентов. Вижу. Или вы просто руководители, у вас есть подчиненные. Ага. Кого еще? Не спросил. Вы не работаете, но интересуетесь психологией. Думаете, учиться или не учиться? Окей. Вы работаете и учитесь. Есть какие комбинации еще? Ага, спасибо. Ну, группа большая, индивидуально с каждым не получится побеседовать и спросить, что бы вам было интересно. Поэтому я предположу за вас, собственно, про нашу тему, про оценку людей. У меня где-то был такой слайдик. А, ну, в общем-то, типовые и, наверное, самые интересные. Как мне встать? Самые интересные. Давайте, давайте. Ага. Ну, собственно, такие вот поводы заняться оценкой. Ну, когда мы оценим? Принимаем на работу, выбираем туда поставить или не туда, на эту позицию или на эту. Продвигать, не продвигать людей. Я вам сейчас покажу немного другой список. Мне кажется, он более такой живой и еще ближе связан с жизнью. Например, у вас есть 10 кандидатов или 5, или 3. Кого из них? Бывает такая? Бывает. Что идет в комплекте с человеком? Ну, вот я его возьму, а что там еще будет? А, вдруг еще что-то приложится? А я этого не хочу. Ну, на какую должен ставить? Например, можно ли ему доверить моих людей? Я команду собирал долго-долго. Он сейчас придет, я ему отдам своих людей. Он их разгонит и сам уйдет. Может быть, может быть. Переживает руководитель? Да. Насколько человек справится, справится, наверное, с какой-то работой, которую я хочу ему предложить? Чему, ну, как ему помочь в развитии? Если развивать, то как? Ну, эффект от обучения через интервью вряд ли, конечно, можно посмотреть. Вот потолок. Интересный вопрос. А может быть, его уволить надо? Все, пора. Мы ему больше не подходим, он нам больше не подходит. Ну, вот, пожалуй, жанр интервью все-таки за час предполагается, что если у вас нет других методов, а если просто какой-то разговор, и вы хотите что-то про человека узнать, возможно это? Возможно. Трюк в чем? В том, что нам нужно потом суметь будет воспользоваться этой информацией, вообще как-то прогарантировать, что это правда. Сказать можно много чего. Ну, и... А? Давайте, да. На самом деле ничего здесь такого нету. Я подумал и написал, это называется HR процессы. Или, по сути дела, если человек приходит в компанию, когда нам нужно по поводу него принимать какие-то решения. Понятно, что скорее не все из этих пунктов можно будет оценить с помощью той техники, которую я вам сегодня покажу. Потому что есть техника, последовательность вопросов, вы ее используете и получаете какую-то информацию. Собственно, наверное, я так скажу еще важную вещь. Могли бы вы мне привести примеры тех вопросов, которые вы в своей жизни или практике могли бы задать какому-то кандидату? Мы можем на кандидате остановиться? Да, потому что сложно будет какую-то другую ситуацию себе простую, четкую представить. У нас есть кандидат какой-то. Еще маленький нюанс. Я буду вам задавать вопросы, вы отвечаете, пожалуйста, это нормально. Если хотите, если вам есть что сказать, прям в ходе этих вопросов реагируйте. Если что-то будет рассмотрено позже, я скажу, чуть-чуть попозже к этому придем. И, наверное, да, такая важная вещь. Я практический психолог, и у меня была большая проблема с тем, что, придя из института, получив вот эту базу знаний, корочку, я, например, не понимал, а как мотивировать других людей. Для меня это было... у нас была книжка по мотивации, там, что-то психологии личности. Практических навыков нам не дали. И, может быть, сейчас ситуация 10 лет спустя изменилась, но мне кажется, что нет. Исходя из того, кого я вижу, вот, там, какие-то, там, интерны, стажеры у нас есть, там, кто-то из психологии. Ну, в основном теория. То, что я буду говорить, не отменяет никакую теорию. Это параллельная реальность. Вы знаете, да, классическая наука, которая аккумулирует знания, систематизирует, и мы потом к ней обращаемся, можем какие-то, там, статистику... Это тоже важно. Бизнес требует простые, работающие, оправданные по цене и масштабируемые технологии. То есть, чтобы каждый смог. Если эта штука не работает, тогда бизнес говорит, ну, это прекрасно, но нет. А есть что другое. Вот, ну, и вот это одна из вещей, которая повсеместно используется в компаниях, где есть свой отдел персонала, где этими людьми занимаются. Если их обучают, то вот тому, чего мы будем с вами сегодня смотреть. Вот, у меня есть несколько примеров, где лично я рассказывал то же самое, что мы сейчас будем делать. Рассказывал, собственно, тем, кто мог бы вас принимать на работу в каком-нибудь банке, например. Вот, то есть, технология простая, известная. Так вот, могли бы вы, так, для затравки придумать, вспомнить, привести примеры любимых ваших вопросов, которые, как вам кажется, вижу, которые, как вам кажется, могут пролить свет на того человека, который перед вами. Вот, что вы, если там спрашивали бы, или, может быть, когда-то спрашивали, может, у вас есть любимые вопросы какие-то. Да, можно прямо так, вот, ну, какие-то вопросы. А? Увлечения. Увлечения. Да, пожалуйста. Ну, плюсы-минусы ваши, назовите ваши плюсы-минусы. Отлично, ага. Чем вам действительно нравится заниматься времени? Ну, это как, не длинное работа. Увлечение. Ну, плюс-минус, да, не хочу про… Да, попали, нет? Или другое что-то? Сейчас. Можем, можем сказать, что это опять про увлечение? Чем нравится? А, в этом смысле. Увлечение чем нравится? Чем бы вы занимались, если бы вам не надо было зарабатывать наличие? Угу, отлично. Ага. Давайте, вы сейчас… Ага, причину увалили, почему вы… Уволились. Я вас не буду регулировать, вы сейчас, наверное, научитесь это делать сами. Ага, дальше. Что вы можете привнести в наш канал? Можете привнести. Сейчас, здесь сначала… Сори. Неуспешный проект, слышу, еще? Неуспешный проект. А? Почему вы вызвали? Почему вы или почему мы? Ага. Так. Про доход. Опишите… Как вы видите вашего руководителя, да? Как видите, видите вашего руководителя. Есть еще? Опишите идеальный коллектив. Идеальный коллектив. Как вы хотите, чтобы обеспечить на работу? Он не хочет работать в школу. Что не хочу делать больше? Успешный проект. Неуспешный или успешный проект. Да. Я хочу сказать, что 5 лет. Через 5 лет. Кем вы видите? Ага. Пользу. Польза. Давайте еще там 2-3. Польза на прошлой работе. Или достижение, да? Есть у нас достижение? Нет еще? Постижение. Опишите мотивацию. Это прям так звучит вопрос. Окей. Мы к этим вопросам еще вернемся. Они нападут. Ну, классика, правда? Последний. Их много таких. Давайте. Давайте. Почему? Ну, пока хорош. Можем мы такие вопросы задавать? Можем. Назовите самый проблемный вопрос, когда вам, ну, из этого списка, может быть, вам его спрашивали, и вы что от меня хотят? Я не понимаю. Зачем? Что говорить? Есть такие? Назовите, пожалуйста, минусы. Интересно. Как вы думаете, зачем вам его задавали? Что хотели узнать-то? Брешь, не ведешь, знаешь, не знаешь стороны. Почет честь. Нужно ответить так правильно, чтобы не в этой стороне никак не отрабатывали. Такой угадай правильный ответ. Да, да, да. Что ли тебя хотят? Ну, интересный заход. Да, так вопрос, угадай правильный ответ. Да. Так, ну, есть еще какие-то такие, ну, вопросы, прям явно непонятно. Вот что-то в них не то. Понятно, что он зарплатой делает. То есть насколько ты тебя прогнешься. Проверяет, насколько ты прогнешься. В этом смысле или что? Так. Есть еще какие-то сложные, прям, вот из этих вопросов назовите три. Давайте сейчас вот, ну, как-то посмотрим на них. Ну, которые вот прям самые ненадежные. Вот точно надо взять и сразу вычеркнуть. Заранее пока. Есть кандидат на набывание и увлечение. Почему? Что нового привнесете? Где у нас он? Пятый серф. Что нового можете привнести? Ага. Там стандартный набор джентльменский каких-то. Во всех резюме везде написано. А? А ты, кстати, на фото говорите все, чтобы не повлияло название. Ну, мы посмотрим. В конце как раз будет понятно. Потому что очень непонятно, зачем спрашивают. Да, я могу себе представить версию, что я хочу проверить, насколько человек вообще знает, что у него какие-то есть сильные и слабые стороны, что он умеет страховать свои слабые стороны. Ну, допустим, он боится там выступать на публике. Он говорит, знаете, я там, ну, боюсь. А что вы делаете? У меня есть Вася. Слабая сторона закрыта, да? То есть мне либо комплект вместе с Васей, например, либо не брать. Ну, а бывает то, что, ну, бывают же ситуации. Вот, типа, пришел человек, сидит, надо что-то говорить. Вроде он отвечает на вопросы. У кого такой был? И ты не понимаешь, то ли ты оцениваешь сейчас, то ли ты догадываешься, то ли ты собираешь информацию. Ну, вот это ощущение, когда вроде разговор идет, а, ну, не проясняется больше, непонятно больше. Еще один такой симптом есть. Когда про людей, которые вам кажутся хорошими, вам хочется, что-то надо покопать что-нибудь плохое. А люди, которые кажутся плохими, ну, так не бывает. Надо что-то хорошее покопать. Ну, понятно, да? Вот это еще один из примеров, когда ваше интервью не структурировано. Вот, перед тем, как ответить на вопрос, как структурировать интервью, нам нужно договориться, а, собственно, на предмет чего его интервьюировать. Что вы хотите выяснить? Я вам предложу сейчас объединиться по территориальной близости в какие-нибудь четверки и придумать три вещи, которые бы мы потом все соберем, возьмем самые интересные. Вот, давайте, во-первых, пообсуждаем, чтобы вы сами тоже понимали, кто обычно на что смотрит, пытается там оценить. В группы по четыре, по пять обсудите, какие три самые интересные для вас могли бы быть темы для вот этих вот интервью. Чего хотим оценить? Понятный вопрос? Да, да, критерии, совершенно верно. Критерии. В группе придумайте, там, тут четверка, там четверка, там четверка, там пятерка где-то. Присоединитесь, подумайте, три критерия, которые хотели бы оценить. Да, можете повернуться, да. Критерии. Сюда мы вернемся. Берите что-нибудь попроще. Чего хотим оценить в интервью? Мы сейчас будем технологию применять на какой-то конкретике. Если мы не знаем, что мы хотим оценить, мы не можем оценить. Что мы хотим понять, что мы хотим понять об этом человеке, подсказывают, да. Вот, что хотим понять. Три штуки. Может быть, конкретно компетенция. Вот, что мы хотим. Спасибо. 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 Еще две минутки. Еще две минутки. Еще две минутки. Ну что, давайте сделаем маленький стоп-кадр. Что-нибудь да напридумывали? Нас много. Сейчас найдем интересное общее. Первый критер по очереди. Назовите один от вас, например. Что хотите оценить? Опыт и достижение. Опыт и достижение. Так, внимание. Сейчас, сейчас, давайте все посмотрим. Потому что мы так думаем. Это нормальный процесс. Нам не нужно его развернуть. Чтобы понимать, что точно за час, что нет. Значит, опыт. И вообще, что в интервью, а что неиздоровье. И достижение. Так. Да? Ну, мы вообще не такие вещи. А таланты. Талант? Таланты. Ты. Таланты. Сейчас, сейчас, давайте. Одно сказали, может, повторится. Я просто хочу. Давайте. Мотивация. Профессиональные знания науки. Профессиональные. Какие? Компетентность? Нет, это как бы мы критерии. Компетентность профессиональная. А уже внутри там… А что конкретнее-то? Можете сказать, что именно? У кого уже есть? Давайте еще. Переговоры. У нас самостоятельно переговоры. Науки переговоров. Переговоры. Давайте. Хорошо. Так. Самостоятельность принятия решений. Самостоятельность принимает эти решения. Ага. Инициатива. Где-то, да. Риски подходят? Что? Риски. Отцелить риск, да. Наход, человек там. Ну, может… Это принято. Скажите по-другому, непонятно. Чьи риски ваши? Наши риски в связи с знаемым этого человека. В интервью? Да. Ну, это какая-то комплексная процедура. Вам нужно много данных. А у вас прозвучало… Где-то оттуда что-то… Инициативность. Институт. Инициативность. Вот. Обучаемость. Абтивность. Обучаемость. Еще… Амбициозность. 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 мотивация мотивация а так это одно и то же лет разные готов я как сейчас вы там две фразы вы сначала сказали насколько готов выходить из зоны комфорта имейте ввиду что чтобы он оставался если ты просто хорошо выполняешь свою работу это здорово готов ли ты выходить из зоны комфорта то есть не зоны комфорта с из давайте запятают из из своего не призвать непосредственно каких-то обязанностей смотрите вот как бы чем не объясняйте одни вещи другими а то запутаемся вот из зоны комфорта за рамки обязанности давайте пока что тормознем сейчас будет вопрос какой на ваш взгляд пункт точно не требует уточнений читаю значит опыт и достижения таланты мотивация навыки переговоров коммуникации мотив талант как как написали мотивация переговоры самостоятельное принятие решений инициативность облучаемость амбициозность готовность выходить из зоны комфорта или выходить за рамки непосредственно обязанности какой пункт точно не требует уточнений так обучаемость что еще думаете не требует инициативность берем смотрите опыт достижения какой опыт какие слова готовы для того чтобы про них чё-то копать информацию а где нам нужно сначала договориться себя в голове или друг с другом что мы там имеем в виду а потом уже выяснять но где максимально четкие простые формулировки самостоятельно согласен принимать ли он самостоятельное решение амбициозность вот я бы тут как бы с над но с натяжкой давайте проверим просто что вы имеете ввиду под амбициоз сейчас задумайте все 10 секунд тишины амбициозность и придумали что такое амбициозность давайте три версии стремление к развитию сейчас точка запятой лидерство зарплат видите вот вот это важно не допускать есть но как бы официально точнее расхожие определение амбициозности знаете связано с планкой амбициозность это вообще хотеть достигать больших вещей это я попросту говорю да вот в амбициозность обычно вот это вкладывается значит если вы вдвоем идете на интервью у вас даже быть четкий понятный список потому что один про амбициозность будет зарплату выяснить и потом больше он очень амбициозный он хочет много денег вот другое будет цель это где амбициозный хочет сидеть дома и много денег чтобы там сразу был понятно да история про термина она мы с ней вынуждены иметь дело кто сталкивался с моделями компетенций кто работает в компании в которой и у вас есть компетенции на ваш уровень есть вот есть пример да модель модель компетенции это вот что мы какое поведение мы имеем ввиду вот инициативность это что что должен делать инициативный человек выдвигать идеи а локус контроль прям как с другой стороны выдвигать идеи что еще решение ну да вот вот такое уточнение обязательно нужно да вы в группах потренируйтесь потом возьмете какой-то интересующий вас больше всего критерий вот сейчас я вам собственно расскажу про технологию да 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 и собственно о чем весь подход построен как вы думаете откуда мы можем брать информацию о том что человек будет делать как мы можем прогнозировать поведение другого человека вот что нам может послужить так но по большому счету так в том что в ту сторону все в ту сторону даст сталкивались вы с ситуацией когда чем там вы спросите а вот ты что будешь делать наступать такая ситуация и он этого не делает бывает так я могу ошибаться сегодня сегодня я могу могу ошибаться относительно того что я буду делать но гипотетически у себя в голове что же делать я могу ошибиться с прогнозом в этом смысле я не люблю проективный вопрос они не считаются достоверным для наших но у нас есть два источника информации о том здесь у нас настоящая здесь вот будущее здесь прошлое самое нам остается чего что человек делал в прошлом и что он делает сейчас с вами в разговоре понимаете кое-какие вещи нам важно понимать что он делал в прошлом и еще быть внимательным к тому что он делает сейчас пример могу такой привести как вы считаете ли вы там что вот это надо делать в нашем бизнесе непроективный вопрос не ну руководитель же должен такие решения принять ну а вот вы что думаете ну у меня руководители есть он обычный паскал но а ну а вы то что думаете там а вот здесь что что окей даже проектив чтобы вы здесь ну ну у меня руководитель он сайте ему нужен вот и вы там видите что человек не принимает выставить решение вообще ну вот он три раза есть руководитель понятно да что бывает в настоящем настоящем вовремени вовремя пришел в общем все что вот мы видим может стать для нас источником информации значит при этом информация чеки есть разные и то что он придумал это что он вспомнил может вспомнить хорошо что-то упустить но нам из этого всего сейчас картинку покажу на экране важную картинку с айсбергом наверняка вы ее уже встречали раньше но это очень важная картинка она в общем-то рисует нам комплекс на человека сейчас мне приходится с двумя презентациями но видите айсберг да и маленький кусочек на поверхности а все остальное под водой вот что на поверхности если мы про человека а говорить это поведение таким образом у нас есть плохо видно давайте другую прям существенный важный слайд значит вот видите у нас тоже айсберг тут какая-то ложечка привод мы можем реально наблюдать поведение мы можем проверить навыки правда например связанные с принятием решения и мы можем знали как как проверить знания проще всего так навыки знание тестирование очень хорошо коротко ясно четко а навыки как проверять навыки вот как вы будете провязать умеет ли человек водить машину навык водить машину навык как будете проверять конечно можно навыки устно проверять это это уже новая тролевая ситуация в направлениях что-то делать это поведение вы сразу вызываете покажи мне свои навыки но можно кусочек навыка проверить это навык excel будет сидеть другой навык показ любой навык ну по идее например знаете как вальс танцуют вы можете объяснить это но объяснить это можете да что и там в продаже с чего начинается продажа с установления контакта вот если человек может алгоритм описать вы чуть-чуть можете навык править но на уровне алгоритма он может теоретически просто знать знали про алгоритм вполне навыка но спарить тоже важно дальше смотрите все что под водой установки помню что такое установки что я может даже не знаю об этом считаю знаете как примерно брали когда-нибудь пакет а он не был тяжелым и рука вверх где до установка в том что сейчас тяжесть надо готовиться группироваться вот и например установка может быть я никогда не смогу вот это все запомнить все голове она сидит и ну потому что такие как я не запоминают вот есть другие они просто более там благополучных семьях разделись а я нет я вообще туда не даже не пойду вот это установки пример до ценности ценности это что у нас это то что мне хочется то что мне важно правильно все говорить и личностные особенности личностные так что-то с характером связано там вспыльчив не вспыльчив быстро отходит но это очень-очень ну как сказать я берегу кандидатов а потом не всегда хоть но есть если есть большие репутационные риски проводить стресс интервью а не всегда но нужно и обычно мало из из него что узнают потому что стресс интервью проводить он научиться и знать о чем мерить обычно на тебя орут ты думаешь я к ним не пойду понятно да то есть там обратный эффект вот а но так или иначе вот этому всего не видим она существует но мы видим поведение мы с вами говорим о чем а то что нам в прошлом надо искать поведение в настоящем нужно смотреть на поведение и нам нужны примеры этого поведения есть три волшебных буквы поведенческий пример из прошлого значит на интервью мы охотимся за поведенческими примерами прошлого понятно да идея если да еще одна картинка важная в качестве иллюстрации значит наверное знаете эти четыре этапа помните да тоже часто возникающая история ну что чтобы чему-то начать учиться нужно понять я не знаю что я не знаю если у меня все хорошо она не в голове я не отслеживаю у меня то что я допустим я не умею водить машину но я же не знаю что я что именно я там не умею если меня проблематизирует я не умею продавать или этом что отлично проблематизирует вот вот здесь ты не умеешь получается осознанно я знаю чего нему не могу вот дальше я учусь и перевожу это просто все я знаю умею могу а потом я про это забываем и она уходит в автоматизм какой-то вот вы из нас ну и вы по себе знаете почему то поведенческие примеры из прошлого настолько хороший материал чтобы прогнозировать поведение из будущего потому что вот этот процесс очень тяжелый на него много нужно сил эмоций желания вот столкнуться со своим что с чем-то что ты не умеешь делать в чем-то не эффективно это ну нужно захотеть делать этому нужно уделять время сколько обычно машиной учиться водить моторный навык плюс еще какой-то а что потом спокойно ездить так ну там цифры начинают расходиться ну понимаете не просто тем более там коммуникативные навыки тоже навык нужно заставить себя в итоге человеку просто так поменять поведение ссоре но не получается какое-то короткое незначительно там начать здороваться это трудно поэтому информация из о нашем прошлом с большой долей вероятности прогнозирует о том что мы будем делать в будущем у меня даже есть для вас цифры которые мы рассказываем в общем то они правдивы сейчас я быстрее вам их найду они правдивы про сравнение разных методов оценки там получается не найду так сказать там получается примерно 60 67 это максимум чем можно прогнозировать плюс минут но если комплексный зайти ну может чуть побольше и вот эту цифру кто-то говорит 50 такие скептики вот от 50 до 60 7 процентов вероятности что вы на прогнозируете тем или иным методом какие методы первые но вот это структурированное интервью структурированное смысле что у него есть четкая цель последовательность вопросов вы ищете она еще называется поведенческое интервью вот это вот когда собираем второй метод оценки кто сталкивался с буквами отце ассесмент центр ассесмент центр очень простая история начался он знаете говорят даже со времен цуворово перерос но вот там ровно идея очень простая что если вы хотите посмотреть что человек может создайте ему условия вот соответственно этой технологии активно начали пользоваться во время мировых войн потому что была со временем очень дорога жизнь человека особенно человека который способен управлять другими особенно в ситуации военных действий и просто для того чтобы не ошибаться ставили людей в такие ситуации как в которые они могли попасть там и на основе этого вот ассесмент центр по большому счету вот название смешное оказалось вот есть шоппинг центр потом уже в 60-х 70-х одна телефонная компания построилась здание у них было много людей им нужны массово было это все проводить написали как торговый центр а здесь ассесмент центр в смысле центр из название такая буковка ничего не знать ну ассесмент коротко вот а ну все остальные методы меньше 40 я вам примерные цифры говорю в общем как только отходят структуры цели четкости и последовательности слетает вся диагностика но невозможно невозможно помните сколько мы здесь выясняли вот пример вам про амбициозность где-то у нас тут был амбициозность как что сколько хочет денег или каких очень достичь вот такие вещи ну что сейчас я вам дам для тренировки я вам покажу алгоритм по которому обычно проводится такое интервью здесь есть вопросы нормально пока понятно вот я вам покажу вопросы по которым проводится такое интервью и дам вам потом потренироваться на очень простых примеров чтобы один раз его прошли значит смотрите что это за штука эта техника называется стар стар это акроним да правильно сказал четыре буквы с это situation или ситуации т это цель таргет таргетирование дальше у нас есть action действия угадайте букву r result конечно результат вот это четыре группы вопросов там четыре вида вопросов тут могут быть разные которые позволяют собирать нам эти поведенческие примеры из прошлого все что мы делаем на интервью занимаемся сбору поведенческих прошлого с помощью этих вопросов давайте чтобы всем было видно слайд будет если кому-то не видно делайте чтобы удобно значит а вопросы про ситуацию как звучат в чем состоялась ситуация что это было за событие как это произошло в чем была ваша роль в чем была сложность чего вы хотели дать вопросы про цель вот в этой ситуации что вы хотели добиться какова была ваша цель что вам было лично важно в этой ситуации действия так что же вы сделали вот мы знаем ситуацию вот мы знаем цель теперь может спросить продюсер что вы сделали расскажите подробнее копаем копаем что еще можно было сделать там это не проективный вопрос вы скоро увидите и что произошло до что вы делали что это синонимы вопросов пока вы с этими поработаете потом свои накопите ну и результат до чем все закончилось получил ли ты то что в цели было или не получил какой результат был для вас насколько удалось добиться чего хотели а что сделали потом понятно про вопросы да вот они такие я вас попрошу сейчас поработать в парах вам нужно в одну и в другую сторону поработать в парах и взять для работы про какую-то ситуацию где у вас был сложный выбор не то что пришли опа все например выбор вуза или выбор профессии что было интересно возьмите где вы там действительно что-то подел ну какую-то объемную чтобы посмотреть как работают эти вопросы значит вы что еще можете взять выбор автомобиля если так помучились выбирали долго интереснее будет что еще можно какие ситуации подрядчика для ремонта кому тяжело обои выбирать обои выбирать там мучился брать телефон возьмите какую-нибудь но более-менее интересную вам самим и нейтральную ситуацию просто который вы могли бы поделиться с вашим соседом объединитесь в пары у вас будет наверное давайте я вам дам четыре минуты на один разговор и 4 в одну сторону до 1 интервью 2 вот просто задавайте эти вопросы наблюдайте что происходит какие ответы вы получаете и в другую сторону закончат попробуем успеть в четыре минуты в этом смысле так но не зависайте просто динамично хорошо в пары найдите соседа объединитесь пройдите все вопросы просто когда пройдет первая половина времени я скажу когда меняться определились ситуации первое интервью пошло у нас во сколько должно закончиться у нас во сколько должно закончиться закончится закончится я могу а если если а 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 и а и а и и а и и и и и Продолжение следует... 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 приходилось ли вам да нет не рано-рано вспомните ситуацию когда до кого вы подбирали на какую позицию сколько было кандидат в в в в какая у вас была цель и так далее да здесь вот тоже я не остановился понятно почему не надо менять порядок но почему потому что ситуация очень много определяет вот здесь могут быть такие условия как вас умеете подбирать да умею а как кого-то нашли нет не нашел почему денег нету типово же расскажите пожалуйста приходилось до приходилось а в чем была ситуация ну вот у нас уволилась срочно три человека вот взяли ушли весь отдел под новый год произошло позвонили в 12 часов ночи по телефону объявили а моя роль ну вот мне нужно было там их потом как-то быстро там оформлять разоформлять еще искать в чем сложность нет таких специалистов последний кто на пишущей машинке оптим умел печатать все чем была цель но мне это нужно было там но и дальше и поехали вы можете выяснить в процессе что на самом деле это он не сливает ответственность за неудачу не списывает ответственность за неудачу а такие были обстоятельства и если вы ну вы понимаете что ну здесь можно поверить человеку то почему нужно говорить про него что он безответственно может быть а моя мысль такая что нельзя вот нельзя пропускать и путать местами потому что вы нужно от общего к частному вы про ситуацию все собрали а ну да мы можем ошибаться и приписывать того чего нет таланты можно про проверить давайте попробуем там чуть начало другое какой под подводка вопрос ага что было задаваться вспомнить ситуацию где вы могли привести талант но там нужно какие таланты сначала узнать да сейчас давайте дойдем а кстати кто у кого такой вопрос гипотеза слышите насколько вам будет отвечать человек кому хотелось отвечать не честно вот сейчас кому не хотелось честно вот сейчас вот пока играли кубы попытки нечестно отвечать слушайте давайте тоже смотрите поскольку мало времени я понимаю что в какой-то момент начинает хотеться поговорить про риски и трудности с которыми сталкиваешься мы не успеем про все говорить я просто хочу дойти вот по сути технологии потом если нас не выгонят или тут будет время я могу вам еще чуть поговорить вот про эту историю но я вам так скажу что все смотрел обмани меня такой фильм вот помните как сложно вспоминать того чего не было обычно примеров не на не находятся или чего может не найтись здесь фактуры понятная идея да интервью процесс некомфортный вот но если хочешь работу то идешь на некомфорт здесь так бы я снял вопрос если вы красиво и аккуратно без нажима до дружелюбно глядя в глаза начинайте с легких ну расскажите пожалуйста как вот там в этом работа шума там делали сколько вас полный день вы включаете разговор пошел все уже динамика решает вы контакт создали он вам помог переговоры можно проверить конечно можно в переговорах вам все нужно или что-то конкретное чего че были переговоры ты откуда да что-то конкретно в переговор хотите посмотреть например приведите пожалуйста пример когда вам приходилось может сразу приходилось торговаться по цене например нужно еще смотрите а обучаемость можно проверить помогите вопрос интересно будет помогите вопрос формулировать вот мы ну и дальше примеры как как куда да 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 а вот есть еще одна такая смешная ситуация центр проводили анекдот такой из жизни проверяли командность вот не по критериям там просто просили человека вот как вы думаете вы как себя оцените вы командный человек да можете привести пример когда это ну как мне приходит команда и я ее выполняю вот вот вы можете посмотреть всякие обучаемость мы скажите пожалуйста обучаемый человек как вас с обучаемостью как вы считаете как раз тот заход а можете примеры привести к пусть он сам расшифровывать вот чего туда вкладывать вот вас это может не устроить потому что это время не экономит но если у вас есть время на тогда вы можете так пойти если у вас нету времени спрашивайте сразу что нужно узнать ну осталась амбициозность давайте я вам несколько напоследок готовы ходить и вот из зоны комфорта приведите примерка выходили зона комфорта просто просто сколько нам примеров надо насобирать сколько нам нужно собирать вопросов я просто не под не понял чего вы говорите сколько нам нужно накопать примеров из прошлого вот вот но при ну и от качества ответов то есть если вы узнаете что у него функция на работе была которая требовала вот этой активности да я же ну регулярно ежедневно это одна история если там мы как это было юрист по международным отношениям выяснилось что он значит переведенные договоры скреплял и относил руководителя о дубку красивое резюме было очень красиво много непонятного написано как как приведите пример когда вы занимались международными договорами такой ну вот у нас был что делал ну но они все время кофе пили и я понятно там вот там может вскрыться все что угодно люди любят зашифровать одно в другое я вам сейчас дам несколько не знаю нужный лет я могу вам рассказать как обычно определяются некоторые термины например штука ответственность просто сказать что да вот ответственность командность ориентации на результат чё еще но какие такие основные понятия рассказать это из такие хиты из модели компетенции вот а скорее для общего понимания это не окончательный вариант но рабочий как бы такой многие компании так для себя их определяют ну давайте с нацеленностью на результат начнем знаете такой ой он процессно ориентированный не подходит да или ой нацеленный результат так вот что такое нацеленность на результат человек должен делать сразу кучу вещей мы это проверяем он значит у нас ставит себе цель задает цель планирует маршрут можете картинку рисовать там каждая штучка что-то значит вы потом вспомните он планирует маршрут если он сталкивается с препятствиями он может вот так сделать правильно и хэппи то есть что важно чтобы он это препятствие преодолел и все-таки дошел был ну бывает что окей говорят такую так цель может быть большой маленькой может снизить требования к цели да но что самого нацеленные на результаты человек хочет знает что хочет планирует как будет идти доходит сталкиваясь препятствия как-то разрешает их ну и пожалуй на как-то анализирует чего он делал до этого какие-то выводы делать на будущее вот это вот одна история а еще он оценивает результат собственно плод по результату человек который нацелен на процесс как себя ведет он цель ставит может ставить может не стать она для него не очень важно потому что на оценку своих результатов проводит не по а по количеству приклад приложенных усилий хорошие хорошо поработали да почему вы тоже очень устали это процессно но для некоторых профессий это нормально и вы вспомните где процессные профессии где количество приложенных бумажек варе важнее чем качество приложено конверные всякие истории да вот это нацелен есть еще сюда ответственность значит когда случается неудача ответственность за результат в определение такое что вы можете померить если вы спросите про неудачу потому что ответственность а люди берут на себя то есть я виноват потому что я что-то не сделал обычно с ориентацией на результат связано потому что все таки проанализировать найти свою ошибку уже потом на будущее сделать вот там у меня не получилось причина во мне причина во мне значит берет ответственность да он может ее делить например какой пример когда человек делит ответственность а кто там бывает часто это третье делим с кем-то коллега руководитель кто угодно там другой звучит это конечно я там ошибся но вот руководитель мог бы мне и подсказать понятно например другой тоже виноват тоже я поаккуратнее сейчас ага и ну и третье вот уже подсказали обстоятельства три вида куда можно деть ответственность а списывает да давайте правильно делить и списывать обстоятельства или другой или действия да да ты смотрите идея какая только я пополам с кем-то и вообще я ни при чем командность самое важное в командности вот какой самый командный спорт да ну почему он командный а командность в футболе вот командные углы дать так не командный игрок в футболе это чего он делает он после не дает а так а на самом деле его не командность суть его не командности в чем а только теперь это без без обидных слов у на самом деле какие цели преследует не команды свои понятно не командный работает в ситуации совместной деятельности на свои цели а командный на общие ну тут тоже мир не бывает черно-белом в а так что люди готовы работать на общие цели если они совпадают понятно да то есть вот это первая тема про понятно что значит совпадает но мне тоже в ту сторону поэтому я тебя подвезу а если до при этом мы едем по работе там важное делать вот но мне сейчас неудобно поэтому сейчас временно наши пути разошлись увидимся в офисе ну условно командность это про общие цели про оставить границы я не знаю как тут быстро не объяснишь давайте еще одну помощь здесь очень важно отказывает или не отказывает в помощи вообще предлагает или не предлагать в командном взаимодействии пора помощь взаимовыручка она есть вот есть люди которые ничего не проси они тебе ничего сделать вот это ответственность командность нацельность на результат про амбициозность сказали да амбициозность это то насколько сложную планку он себе ставит объективного критерия нет то есть то что может быть сложным для меня может быть не сложным для вас наоборот сложность не абсолютная вот надо спрашивать почему он думает что это сложно сложно или что нам еще важно обычно что вы там говорили давайте найдем умение принимать решение умение принимать решение здесь может быть посложнее вообще такие штуки ищите во всяких книжках про навыки потому что это алгоритм умение прийти это умение анализировать информацию просчитывать риски в общем вот сейчас начинается такая лингвистическая история вот это наверное самое основное основное вот еще звучал локус контроля я помню да тут называл была мотивация другая история сейчас я уделю этому время значит с локусом контроля это как он свою точку зрения строит правильно на мнение другого или на своем мне мне обычно не пригождалось как-то как то я не вижу что это обязательно происходит все время одинаково понимаете то есть локус контроля да он все время нас на слуху но ни в одной модели компетенции его нет я не встречал свою жизнь может вы встречали но я не видел локус контроля какая-то странная история дальше вопросы на мотивацию можем ли мы пойти по этой технологии проверить мотивацию а так что такое мотивация на деньги вопрос сколько ты хочешь получать я не да так так за но смотрите про мотивацию вообще мотивация что мне хочется и почему мне это важно правильно вообще вопрос на мотивацию немного другие мы можем догадываться про мотивацию делать выводы про мотивацию исходя из его поступков тогда нам нужно четко понимать что это такое например мотивация вот он говорит я хочу быть руководителем куда можно пойти покопать но в ту самую инициативу ответственность количество раз когда он выдвигался да ну ясное же дело если ты хочешь там не знаю чего-то ты собираешь информацию что-то пробуешь стремишься стараешься понятная идея да нужно посмотреть совершал ли он попытки это правда он хочет или вот так говорит а вот вы хотите как то опять хочу в париж уже были нет уже хотел вот первый способ такой проверить если там какие-то действия потому что помните айсберг там тоже есть мотивация нужно посмотреть в каких действиях она могла бы проявляться я бы так же ну вообще про мотивацию может просто просить по-другому скажи что ты хочешь чего для тебя это важно на каких условиях ты будешь работать на каких условиях ты не будешь работать давайте знаете что сделаем еще да давайте сейчас давайте отдельно сделаем какой-нибудь семинарчик если вам тема мотивации интересно мы договоримся сделаем на тему мотивации что-то да там по длине и покороче как-то не успеем промотивировать да да 2 минуты хорошо и на кофе брейк успели не успею просто рассказать там интересная сложная тема вам не понравятся короткие ответы я хочу найти ваш вот эти вопросы чем бы вы занимались если не надо было бы работать просто послушайте качество вопросов да какие какие у вас увлечение что вы любите вы успешный почему ближе сюда правильно приведите пример да 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 так почему уволили вообще избегая не почему почему уволился или у вас уволили в чем причина уволили да вопросы почему да да там расскажите пожалуйста там про ваше последнее место работы а что вас побудило уйти скажите про эту ситуацию ну и так далее ну надо докопаться докапываемся но не почему почему вы хотите работать у нас ну в общем можно если действительно хотите узнать да вы потом знаете что люди приходят они ну проверяют вашу компанию как-то стремятся показать что они заинтересованы они стремятся в некотором смысле вам соответствовать поэтому ну да да но есть еще такая штука социальное соответствие принято приходить в таком-то виде вот я пришел принято посмотреть сайт он зеленый принято там как доехали отреть отлично вам же не интересно как он доехал начало разговора социальное соответствие если вы понимаете что это пустой вопрос почему вы выбрали нас или когда вот а вот почему вы к нам как вы считаете почему вы нам подходите хороший можно развернуть правильно а в поле сравнения с другими где там поведенческие примеры прошлого как вы их откопаете вот идеальный коллектив надо спрашивать или нет вот вам вопрос на мотивацию вот лучше спрашивать какой был что устраивало что напрягало да почему какие вас не хочу дел дел делера а чего ты не хочешь делать на мотивацию вопрос а через пять лет кем видишь себя что хотим проверить долгосрочные планы а я могу быть амбициозным и не иметь планов на пять лет ответ то есть не обязательно одно идет вместе с другим аж опишите мотивацию вашу да видимо напишите вашу мотивацию ну в общем что хотите понятно ну что мы можем здесь сделать стоп-кадр если еще какие-то вопросы я сейчас отвечу и 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